Во Всесвятский кафедральный собор Тулы для молитвенного поклонения принесены ковчег с частицей мощей святителей Феофана и иконы Божьей Матери Казанской Вышинской из Свято-Успенского Вышинского женского монастыря Скопинской епархии Рязанской митрополии. Святитель Феофан умер в 1894 году. Его похоронили в Казанском соборе во Владимирском пределе Вышинской и Успенской пустыни. Только в 70-х годах 20-го столетия извлекли останки святителя Феофана из склепа. Гроб был разломан по свидетельству протери Георгия, настоятеля храма Сергия Радонежского селия Еммануиловки. И череп святителя Феофана тоже на три части был разбит. Тем не менее, все косточки оказались на месте. Святители Феофана прославили год, тысячелетие крещения Руси. А в 2002 году по благословению святейшего патриарха Алексея II мощи были перенесены из села Еммануиловки торжественно крестным ходом в нашу обитель. За время пребывания святынь в Тульской епархии тысячи жителей Тульской области смогли поклониться и помолиться Казанской Вышинской чудотворной иконы Божьей Матери и мощам святителя Феофана Затворника, известного подвижника и просветителя, который 21 год прожил уединенно в Вышинской пустыне. Святитель Феофан был воистину и молитвенником, и затворником. В своих творениях он писал, что затвор – это когда ум заключается в сердце, и благоговение предстоит пред Богом. И выйти из сердца, и чем другим заниматься уже не хочет. Его творение – это воистину пособие для людей, которые имеют желание жить и духовной жизнью спасаться о Господе. И вот в эти святые дни святитель Феофан пребывает в нашем кафедральном соборе не только духом, но и частицей святых своих многоцелебных мощей. И жители нашего города имеют возможность приложиться к его святым мощам, помолиться ему. И самое главное – попросить его святых молитв, чтобы нам хоть чуть-чуть по его ходатайству и по его великим творениям почувствовать, что есть духовная жизнь и как на эту жизнь, опять же, по его молитвам и творениям настроиться. Мы сегодня с друзьями пришли приложиться к мощам и попросить Феофана о мудрости. Это необыкновенное счастье, природится к мощам. Через это мы поклоняемся Богу, подающую нам благодать. У меня великая радость на сердце. Очень хорошо, что мы можем попросить о помощи и поддержке, а еще помолиться о том, чтобы Господь просил людям их лихи. Жизнь Феофана проходила в богослужениях и молитвах, в подвигах телесных и духовных. После молитвы у Ковчега с частицей мощей святителя Феофана и иконы Божьей Матери Казанской, Вышинской, дети продолжили знакомство с житием святого, узнав, что святитель Феофан Затворник помогает всем, обращающимся в своих нуждах к нему с молитвой. Особенно тем, кто просит у святителя Феофана Затворника мудрости жить с Богом в душе и сердце. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok